библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте мы с вами на библейском портале экзегет и меня зовут дмитрий добыкин сегодня мы начинаем изучать третью книгу маковеев несмотря на то что эта книга и называется маковейской она не имеет никакого отношения к эпохе маковеев рассказывает о тех событиях которые были за несколько десятилетий до маковейского восстания но чтобы понять что в этой книге происходит кто такие маковеи надо вообще разобраться немножечко с историей и культурой которая была в это время то есть разобраться с историко-культурным контекстом и так в конце четвертого века двадцатых годов четвертого века македонский царь александр узнаем как александр македонский начинает свой поход на восток против персидской империи и за несколько лет он захватывает персидскую империю доходит практически до границ индии потом ему пришлось вернуться и он создает огромную империю но практически сразу после побед он умирает и его империя распадается на части правителями становятся его военачальники диадохи они делят эту империю каждый получает достаточно большой кусок земли и возникает несколько таких государств которые хоть и называются также как они когда-то назывались но правителями и большей частью населения в эти государства греки когда александр шел завоевывать восток он себя воспринимал не только как завоевать или там какой-то грабитель он воспринимал себя как миссионер он считал что самая величайшая культура это греческая культура и необходимо варваров то есть говорит по гречески познакомиться этой культурой они узнают греческий язык они узнают греческую культуру знают греческую философию и перестанут быть варварами и поэтому вместе с александром ушли архитекторы скульпторы учителя которые должны были учить этих варваров для того чтобы это было наиболее эффективно александр приказывал строить города которые часто носили его имя и наверное самый известный из городов названных в честь александра это александрия египетская вот была построена александрия египетская которая была столицей греческого египта потому что правителем был грек и вот в этом городе селились разные люди и в том числе несколько районов этого города были населены евреями которые постепенно забыли еврейский язык и перешли на греческий они стала они стали греками по языку может быть и по культуре но при этом они верили в истинного бога что в это время происходило в палестине значит вот палестина вроде там маленький кусочек земли однако это эта земля переходила то от одного царства тот кто в другое третья книга маковеев описывает период третьего века и в это время иерусалим и вся палестина находится под властью египта первая и вторая книга маковеев описывает другой период который был в середине второго уже века и там евреи под властью сирийцев хотя повторяю что мы говорим там египтяне нет это греки которые жили в египте сирийцы нет это греки которые жили в сирии так вот евреи попадают под власть сирийцев и один из царей сирийских царей которого звали антиох епифан начинает гонение на истинную веру и пытается насадить язычество начинается восстание против него руководителем этого восстания является человек по имени иуда по прозвищу маковей или макаби молод он в результате этой войны там побеждает но погибает в конце концов его дело продолжают его братья потом потомки этих братьев и вот это имя личное вернее не имя а прозвище мак 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 макове она переходит сначала вот этим вот преемником иуды маковей а затем к их потомкам и поэтому вот этот период это восстание это время получает название маковейского станет макове это прозвище чистые иуды а сам иуда маковей был входил в рот сегодня там родовое прозвище это хасмоней поэтому еще этот период называется периодом хасмоней в третья книга маковеев она рассказывает не о хасмонейском не маковейском периоде а то что было раньше почему она называется маковейской ну есть несколько объяснений объяснение первое было рукопись в которой было несколько книг и первое там и вторая рука первая и вторая книга это действительно книга который рассказал про маковеев а к ней просто было добавлено вот так не который потом стала третьей книгой хотя повторяю она ничего не говорит о маковеев это есть первое объяснение либо второе объяснение что в первой и второй книги маковеев евреи терпят гонение от греков в третьей книге они тоже терпят гонение от греков такое объяснение ну и наконец еще одно объяснение сюжет на третья книга маковеев и вторая книга маковеев совпадают то что и там и там говорится о гонениях когда эта книга была написана скорее всего либо конец второго века либо первый век до рождества христова она была сразу написана греческом языке кто был автор по по имени неизвестно скорее всего это был египетский еврей который хорошо знал как вообще все происходит в египте значит эта книга есть в нашей библии в православной библии и и нет католической библии и и нет протестантской библии протестантских изданиях библии поэтому если вы хотите прочитать то пожалуйста к обращайтесь к нашим изданиям на русский язык можно сказать этой книге повезло ее переводили несколько раз конечно самый известный перевод это перевод синодальный и я собираюсь читать именно по нему второй второй перевод по времени был сделан порфирием успенским он близок синодальному может быть даже более еще архаичный и уже получается в 21 веке был сделан еще один еще один перевод под редакции брагинской ну он тоже не не особо сильно отличается от синодального но я решил все-таки читать по синодальному переводу потому что мы в основном его и ты читаем к сожалению отдельных исследований об этой книге нет это ждет эта книга ждет своего своего еще исследователя на этом мы можем закончить рассказ об этой книге и приступить к чтению но это мы сделаем уже в следующий раз спасибо за внимание мы с вами были на библейском портале экзегет и меня зовут дмитрий георгий добыки всего доброго до свидания